Привет всем друзья и гости канала, мы продолжаем с вами играть в Spin Tires. Как вы помните, в прошлой части мы пытались добраться до вот этой вот точки и тут завязли, в общем-то. Завязли, я начал было, вон вы видите, да, какие у нас колдобины, какая грязища вокруг вот этой вот сосны отплясывать, туда-да-сюда. Ну и в общем-то как-то немножко, по чуть-чуть, понемножку, по чуть-чуть, как-то вот сюда вот выдвинулся. Я надеюсь, что нам тут осталось буквально проехать каплю, так скажем, вот даже не проехать, а пролезть по грязи. Вот, и мы с вами вот эту вот точку разблокируем и дальше, я так думаю, что возможно придется отсюда уазик вытаскивать наш с вами. Потому что мы завязли конкретно, вот вроде бы как и грязи особо это тут нет, да, вот берег, травка растет. Но, тем не менее, мы прогребаем и вот, ну никак, никак не выбраться из этой колдобины. И точка не спешит у нас с вами показаться, отметиться. Вот, хотя раньше мы с вами подъезжали, ну буквально за 15 метров она уже открывалась, да, вот тут вот как назло. Так, ну в общем-то ничего пока что страшного у нас с вами не произошло, такого экстра, да, которое мы бы с вами не могли исправить. Так, неужели прямо аж туда нужно будет подъезжать? Я же уже в круге практически. Вот, мы с вами можем назад выехать. Пока что хватит лебедки прицепиться к этому дереву, потом к следующему дереву, потом еще к одному и в общем-то выбраться на дорогу. Но вначале хотелось бы вот это вот все-таки открыть. Вот, и также у меня есть такое вот небольшое, такое, ну, в общем-то даже не желание, знаете, а вот такая мысль, что возможно мы с вами, если чуточку дальше проедем, то там же все-таки будет как-то по суше, как-то полегче. Вот, хотя, конечно же, могу и ошибаться. Вот, тогда придется, возможно, вниз нам с вами ехать и вон там, вон пытаться как-то пробраться и вон там у нас дерево есть. Вот, с той стороны выбираться. Да, что ж такое, где точка? Приблизьтесь к точке, да мы раньше, я же говорю, что мы раньше с вами... Вот, наконец-таки. Точка разведана. Да, хватит буксовать. Вот, пока что, наверное, мы с вами оставим здесь уазик. Займемся пока что какими-нибудь такими вот интересными, более интересными делами, а побуксовать мы еще с вами успеем. Давайте взглянем, потому что мы как-то с вами буквально с места в карьер бросились открывать остров. Вот у нас пилорама. То есть, в общем-то, мы отправились с вами в эту часть острова и тут уже все открыли, то, что нам нужно для работы. Вот у нас есть левсаповал, вот пилорама, заправка имеется и гараж один и второй. Вот, мы можем поехать в этот гараж привозить, можем сюда поехать. Короче говоря, куда сами хотим, туда и поедем. Так, давайте смотреть. Восстановить? Нет, я просто хочу сюда переместиться. Переместиться, вот, например, вот так вот, да? Так, и что у нас с вами установлено? Ремонтные части. У нас с вами установлены, а нам нужны гаражные части. Так, давайте мы, наверное, уберем и сгоняем гараж. Попробуем открыть. Два ремонтных, 200 ремонтных очков, два очка гаража. Так, ну, по идее, больше мы, наверное, да, не сможем. Сцепку мы можем попробовать. Сцепка недоступна в гаражной части. Удлиненный распуск. Так, кстати, хорошо, что у нас такой вот есть тягач, на котором мы с вами можем тягать бревна. Все-таки у него проходимость, я так думаю, что неплохая. Так, ну, и, в общем-то, мы с вами на этом, я, по крайней мере, еще ни разу не катал. Интересно будет посмотреть. Плюс ко всему же давайте взглянем, потому что мы как-то буквально заскочили на УАЗик и выскочили. Вот, отсюда из гаража я бы хотел посмотреть, что у нас тут еще есть. Вот это вот с краном, уже кран у нас тут есть. Кран, и здесь у нас средние и длинные бревна, скорее всего, да, получается. Хорошо. Это мне нравится. Так, ладно. И, в общем-то, вот этот мы с вами 7310 уже смотрели. Установленные ремонтные части у нас тут и все. Так, ну что же, прекрасно. Давайте отправляемся. Отправляемся. Я предлагаю все-таки в гараж смотаться. Заводим. Так, 500 литров у нас с вами здесь топливо имеется. Вот, посмотрим, как он жрет топливо. Но я думаю, что довольно-таки неплохо, судя по тому отделению, которое вот для двигателя есть у нас, да. Смотрите. Просто как тепловоз какой-то. Ну, погнали. Включаем все подряд. Ну, вездеход он, на то и есть вездеход. Так, мне там в комментариях говорили, чтобы я, извините, чтобы я немножко добавил звука. Вот, давайте посмотрим, что тут уровень звука. Вот так вот поставим приблизительно, да. Принять. Продолжить. Вот, я надеюсь, это не слишком громко. Ну, вроде бы как нормально. Посмотрим. Так, и нам нужно с вами отправляться отсюда в гараж. А гараж у нас вон он, где находится. Значит, нам нужно как-то так проехать. Судя по всему, придется нам с вами вот здесь свернуть и отсюда проехать вот так. Вот, а дальше уже поехать сюда-сюда и проехать мимо вулкана. И вот так вот. Я так чувствую, что дорога у нас будет не близкой. Зато много мы с вами всего увидим интересного. Ну, что же, погнали. Вот, как бы нам не пришлось с таким вот расходом топлива, как бы нам с вами не пришлось заправку искать. Вот, или заправщика. Так, я говорил, что с маневренностью тут есть некоторые проблемы. Они действительно есть. Но зато с проходимостью практически никаких проблем. Вот, хотя бы вот, хоть что-то радует, да? Так, а нельзя ли что-нибудь отключить одно, чтобы не такой был дикий расход? Вот, мы с вами полный привод выключили. Вроде бы как и едем. И расходу в два раза меньше. Так, хорошо. Пока что движемся мы с вами хорошо. Мне пока что все нравится. И вот здесь вот новую местность мы с вами откроем абсолютно, в которую не ездили. Ну, имеется в виду, что, конечно же, она уже открыта. Но здесь мы с вами не катали по этому тракту. По Бродвее, да? По широкому проспекту. Такому вот укатанному. Так, и вполне справляемся без полного привода. Хорошо. Это хорошо. Экономия топлива, это просто прекрасно. Вот, тогда не придется нам с вами заезжать на заправку. Притом, вы помните, да? Мы с вами туда на УАЗике заехали. Но, в общем-то, на этом будет проблема туда заехать. Вот это разве что задним ходом. Так, здесь у нас по прямой, по прямой мы едем. И вот аж сюда. Как-то нужно будет добраться нам с вами. Вот так вот аж. Так, ладно, не будем. Вот так. Так, по чуть-чуть будем себе показывать путь. На GPS и ставить. Как весело покатил. На третьей передаче. Но тут вот у нас придется включаться с полным приводом. Совсем включать, потому что на гору, по грязи. Вот, дальше по ровненькому опять придется все-таки экономить понемножку. Ага, вон, смотрите. Правыми колесами какую колдобину съехал на обочину, что называется, да? Так, а тут у нас вообще река. Широка река. Глубока река. Не доплыть до того бережка. Как там кадыша лопила. Так, давайте смотреть. Ну, в общем-то, вариантов здесь особо и нет. Вот сюда это назад возвращаться практически, да, не хотелось бы. Вот, но только так и все. Только так и потом вот так вот по дорогам, по дорогам. Погнали. Ох, нифига себе, да вы шутите? Это что такое? Кошмар какой-то. Вот это лужа. Будем знать. Если бы я сюда заехал уазиком, ему бы было... Кирдык был бы полный. Бедный. Сколько урона? 200 урона мы с вами получили. Вот это, конечно же, было неожиданно. При том, что интересно, накатано сюда же. Дороги тут, смотрите, да? Вот кто-то же ездил. Ну, такие же, наверное, сорвиголовы, как я, ездили. Ладно. Это просто какое-то, не знаю, глубоководное горное озеро какое-то было. Вот единственное, что грязное такое вот, да? Ну, урона мы с вами получили. Будь здоров. Обгадили грузовик. Так, туда не соваться, туда не падать. Там слишком глубоко, мы оттуда точно с вами не выедем. Но, в общем-то, чего ожидать от такого вот, от такой области горной, вулканистой, да? Огромных таких вот оврагов, глубоченных, из которых потом проблематично выезжать. Глубоченных озер. Да, красот разных тоже. Ну, и лавовых, вот таких вот, не знаю, рек, не рек. Ну, по крайней мере, там, где раньше лава текла, остались камни, выжженная земля. В общем-то, выглядит довольно-таки мрачно. Мрачно, но в то же время, смотрите, перемежается, да, вот с лесом настоящим, тайгой. Вот, ну и, конечно же, мирными птичками. Куда же без них? Куда же без птичек-то? Так, приехали практически, да, на побережье, там, где наш УАЗик, где-то там находится. Перебираемся сюда, вот. Так, и у нас две дороги. Пойдешь направо, колеса потеряешь, да? Вот у нас куда-то сюда, и дорога заканчивается здесь. Вот, зачем сюда ездили, непонятно. Но, скорее всего, тут мы никак с вами не проедем. Вот, еще на УАЗике я бы рискнул. Но не на этом. Поэтому мы поедем с вами, мы пойдем другим путем, да? Вот тут нужно будет свернуть. Вот сюда. Тут, естественно, мы не проедем, даже я пробовать не буду. Если мы в луже едва не утонули, то представьте, что будет, если мы заедем с вами в океан или в море. В заливчик такой вот. Все-таки у нас с вами не подводная лодка. Поэтому не будем рисковать. Да, ну, конечно же, на этом вездеходе по любым дорогам по таким легко и просто кататься. Вот я абсолютно спокоен. Вот сейчас ехал бы я, скажем, на УАЗе или на Кразе, или на Урале. Можно было бы немножко напрягаться, что где-то там перевернемся, да? Или где-то что-то у нас будет не так с вами. Но на этом вездеходе я абсолютно спокоен. На Марсе такие приблизительно ездят, да? Вот. Ну, конечно же, не такие, но приблизительно с тем же количеством колес. Так, нам поворачивать. Вот как раз у заливчика у этого. Вот. Но опять же, я так думаю, что когда мы с вами накатаем здесь большое количество километров, вот, и раздолбаем полностью дорогу, то тогда у нас тоже будут здесь небольшие проблемки наблюдаться с проездом, даже на таких вот вездеходах. Вот. Не напрасно их нам с вами сразу же и дали. Я уверен в этом, что проблемы будут. Но пока что их нет. Пока наслаждаемся. Наслаждаемся жизнью, природами, видами и поездкой, так скажем. Прям увеселительная какая-то у нас поездка. Так, а у нас вот, смотрите, что-то мне не очень нравится это. Так, ну это понятно, что не очень нравится, что мы так прогрузили. Блин. Ну и грязь. Ну и грязище. Мне не нравится, что там несколько раз ездов. Как-то вроде бы, вот, знаете, что показывает, что умный водитель поедет или вот так вот, или направо, или налево. Почему-то, да, так задумано было. Но мы же с вами не знаем дороги, поэтому поедем прямо. Вот, как известно, все на своем собственном опыте шишки набивают. Никто, к сожалению, чужого опыта не принимает во внимание. Всегда и даже зачастую бывает так, что свои же собственные ошибки потом и повторяют по второму или третьему разу. Что и называется наступить на те же грабли, да? Вот, но мы с вами должны хотя бы одну шишку набить. Да, в общем-то, нормальная дорога. Я не знаю, что это они там поворачивали. Прекрасная дорога здесь. Вот, ничем не хуже любых других. Так, нам здесь нужно свернуть, да? Где-то вон туда. Я прав? Да, я прав. И это у нас будет какое-то такая вот непонятная. Широкая, потом узкая. Как-то так не ясно. Сейчас разъясним и проясним ситуевину. Так, ну, понятное дело, что я не могу повернуть просто элементарно. несет меня куда-то непонятно. Не в ту сторону. Так, есть. Хорошо. Потихонечку спускаемся, притормаживаем, чтобы не раздолбать совсем уж нашего красавца. вот, ну, конечно же, это я загнул за красавца. Вот, но что мощный, так это точно. Мощный и надежный. Ну и прожорливый, да. Как же без этого? Смотрите, вот в этом заливчике мельче, чем в той луже. Такой вот в рот небольшой. Вот, было бы здорово, если бы можно было здесь в игре в карьере добывать песок и засыпать вот такие вот огромные лужи, да, глубоченные. Дорогу улучшать, так скажем. Это было бы вообще супер. Так, ну и мы без особых приключений, если не считать едва ли не утопления, добрались до гаража. Вот, еще раз, так точно нам нужно будет с вами приехать. Давайте красивенько как-то так поставим. Вот, хорошо. Разгрузить. Так, нам еще два. Естественно. Вот. Но я так думаю, что я буду добираться все-таки, наверное, за кадром, или добираться, или просто перемещаться. У нас с вами есть такая возможность резвого перемещения. давайте посмотрим, что у нас тут. Лесоповал. Лесоповал. И, в общем-то, вот отсюда мы с вами должны выехать. Так, просмотрим дороги, да? Пыль да туман. Где-то лужа, вот она. Суперлужа. Будем ее называть. Вот, желательно в нее не попадать теперь. В общем-то, выехали вот так вот, поехали, поехали. Вот еще какая-то такая вот стремная теперь лужа. Даже больше, чем это. Проезжаем, проезжаем и попадаем вот тут вот попадаем. Потому что дорога закончилась и начинаются такие вот, смотрите, узенькие дорожки, по которым нужно будет как-то выбираться, как-то вот тут вот проезжать. Вот. Но в конце концов мы попадем на лесоповал. С лесоповала уже потом подумаем, куда мы будем с вами ехать. Вот, плюс ко всему же у нас с вами вот эта вот модель есть. Давайте мы переместимся. Вот что у этой модели у нас. Ремонтные части 400 очков. Вот, давайте собственно говоря, собственно говоря, а нужен ли этот автомобиль нам вот здесь вот по центру? Вы знаете, может быть и нужен. Вот. Хотя я бы здесь вот заправщика лучше поставил, чтобы можно было потом туда или сюда или еще куда-то. Наверное, все-таки оставим мы этот здесь с вами его, да. Вот, пускай стоит. Вдруг там где-то попадем, утонем, да, то тогда вот быстрая скорая помощь приедет. Так, хорошо. Перемещаемся мы с вами вот сюда вот. Сцепка ремонтные части. Вот. И перемещаемся, пожалуй, давайте вот сюда. И поедем, что тут у нас? Прицеп, распуск и кран. Да, все у нас установлено. В общем-то, теперь отсюда мы с вами будем должны попасть на лесоповал. Ну что же, давайте, по крайней мере, начнем. Вот. А закончим уже в следующей части, я надеюсь. какой звук такой мощный, звучный такой вот, просто дрожь пробирает от этого звука суперского. Мощнейшего такого. Так, погнали. Как вы помните, в прошлых наших с вами поездках, вот, на Кразе и на Урале у нас была проблема с этим прицепом распуском. Вот, я надеюсь, что теперь у нас проблем будет меньше. Все-таки, согласитесь, вот эта вот штука помощнее будет. Так, я правильно еду? Да, правильно, мы поворачиваем и дальше помчались и помчались вот так вот. вот, и так как мы видим, что здесь расстояния, в общем-то, довольно-таки большие, то придется, скорее всего, нам с вами заправляться. Так, лужа, снова лужа, поедем мы, пожалуй, давайте вот, вот здесь вот, не будем ее в лоб брать. Я понимаю, что это практически танк, а танки, как известно, грязи не боятся, вот, но, к сожалению, глубоких луж они боятся. Могут легко и просто утонуть, поэтому лучше ее объехать как-то. Так, и тут вот то же самое. Немножко объедем. Вот, я всегда люблю, как уже вы неоднократно, да, убеждались в этом, наблюдать закат солнца и просто, ну, не могу вот так вот не посмотреть. Это что-то с чем-то. Особенно, когда отражается в воде. Это вообще супер. Вот, если еще и фары включить, так хоть сейчас на скриншоты. Так, ладно, поехали. Отдохнули немножко, вышли, кофе выпили, размяли ноги, руки. Вот, ну и дальше. у нас работа только-только с вами начинается. Все самое интересное еще впереди, я уверен. Довольно-таки бодро мы пока что идем. Это мне нравится. Вот, вы только посмотрите вот назад, да, какое, такое вот какое-то одиночество, какое-то такое уныние сзади. грязь, сырость, лес темный. И как уютно, наверное, все-таки сидеть в кабине этого тягача. Иметь горячий термос при себе, тормозок с бутербродами. Вот, ну и хороший счет в банке. Как же без этого? Ну или зарплату хотя бы, да? нехилую такую. Так, мы доехали практически до той точки, которую мы ставили, да? Дальше будет еще более интересно. Где-то вот сейчас здесь вот встанем. Тут вот у нас это лужа, которая может быть супер-лужей, поэтому лучше ее объехать. Хотя с другой стороны можно было бы пока у нас бревен нет. Может быть и стоило ее изведать, разведать. Так, ну в общем-то мы с вами уже объехали, поэтому не будем сейчас заморачиваться по поводу глубины этой лужи. Да, я думаю, что с бревнами едва ли мы с вами будем ссоваться сюда, вот по этой дороге ехать. Скорее всего какая-то другая у нас с вами будет. Так, вон еще впереди у нас тоже не менее такая крутая лужа, но пожалуй мы на этом с вами выдвинуть опоры, развернуть опоры, опустить опоры. Да, вот кстати, если будем переворачиваться, то еще и опоры можем выпускать и как-то себе помогать. Вот, но я предлагаю вам где-то здесь и мне и вам прерваться, потому что уже полдесятого вот, доотдохнуть. я буду на этом с вами прощаться, всем удачи, всем пока. Субтитры Субтитры